Здравствуй, зритель. Второй день я болею, но вообще я думаю, что я раньше простудилась. В общем, зритель, если ты три дня такой сонный, слабый и так далее, то не факт, что это дело в погоде или ещё в чём-то. Возможно, тебя заразили каким-то странным вирусом. Если тебе ещё приспичило, как мне, стрим устроить или просто с кем-то долго общаться, то у тебя к вечеру внезапно заболит горло. На самом деле оно как бы и будет так болеть, но ты не придашь этому значения. На следующий день у тебя будет очень болеть горло, и говорить будет сложно. На следующий день, вот у меня это официально второй день болетний, у тебя будет почти не будет голоса, ты будешь почти постоянно спать, ходить, и вот так примерно будешь говорить, как я. А ещё будешь чихать внезапно без причины, неожиданно так. Моя тётя сказала, что что-то он такое нашёл и играет с чем-то, не знаю, мне не показывать, только я хочу посмотреть, как он сразу удёрывает. Или делает вид, что это не он. Короче говоря, она сказала, лишь бы не было осложнений, если ты от нас типа заразилась, а от кого мне ещё можно было заразиться, потому что долго не могла догонять, вообще не могла понять, как я могла бы где-то простудиться, потому что одеваюсь довольно нормально. Ну никак, нигде. Ну и короче, типа того, что будет насморк. Ну видимо, насморк и чихание, это вот одно и то же у меня в основе, из-за того, что я почти сутки спала, с перерывом напроснулся, потому что меня что-то всё время будило, то на телефоне, то ещё что-то. Мне сегодня ещё поставили, точнее как, пломбу сняли, или типа того, на счётчике. Сначала у меня там мастер, ну не помню, кто сначала разбудил, мастер разбудил, потом тётя мне звонила, или я ей звонила, уж не помню. Потом периодически у меня жужжала телеграмма, потому что там я общалась с нашим товарищем Горбушкиным. Ну и как-то так. Короче, в общем, чихать мне было некогда, ибо я спала. И вот я тут иногда чихаю. Я тут решила, не поверите, зрители, те, кто стримы у меня видит, у меня там фоном стояла вот такая штука. Китайский, да исторический, советский термос. Очень крутой. У меня тётя сказала, ну может он типа проверь, может он нормальный, тогда ставишь под траву, он вроде типа литровый. Ну а если того, то значит выкинешь. Крышечки у него, правда, не было. Крышечка у него тут неродная. Ещё дедушка делал, наверное, крышечка когда-то потерялась. Я даже не представляю, какая-то там крышечка должна была быть. Вот тут у меня стиранная уже. Ну я мне этот творог ваяла слегка окрашенная от того, с чем стиралась кокео там, марля. Вот здесь она окрашенная, видать, от этой штуки уже пошла. Потому что я его тут проверяла. Пришла ко мне тётя, типа, что это у тебя стоит, я говорю, что никак не проверю. Далила воды и всё. И вот налила я воды, значит, у него горячая из-под крана. И больше суток он у меня стоял, я про него тупо забыла. Когда вспомнила, то вода горячая, всё ещё была горячая. В общем, вот дома-то, в той квартире, оно было тоже с какой-то марлечкой. И вот так оно довольно свободно. Но не держится. Может, там как-то оно само распирается и держится. Я не нашла в курсе. Но я решила тоже с марлечкой. А сейчас я решила ещё сваять, как бы, без того, что было. То есть заварила, да, этот сбор витаминный. Но у меня, как бы, по большей части меня интуиция прёт. Если я вот тупо не знаю, сочетается это или нет, или не помню. И 100% у меня в итоге выходит, что оно сочетается. Но тут решила всё-таки удостовериться. Здесь у меня, я думала, там у меня шиповник. Ну, то, откуда я это доставала, оно уже как бы убрано. Тут у меня несколько ягодок. Сейчас я сморкнусь. Как её там, калина, несколько ягодок. Потом горсточка ягод, как его там, можжевельника. И, наверное, приличная такая горсточка. Может, даже две горсточки. Боярышника, который у нас растёт, где у меня у родни сарайка. Ну, там куча всяких сарайок, типа как гаражики. Такая, кусок зелёной зоны, где у меня велик стоит. И там у нас такое дерево. Я пару раз собирала, что-то так. Сначала стеснялась как-то тут. Я всё стеснялась, я стеснялась. А вот даже с яблони тут, правда, занавески. Сняла только с пола уже яблочко. Мне ещё соседи сверху сказали на моё, стеснялась. Хрен ли вы стесняетесь. Не надо стесняться. Типа в следующий раз уже берите, типа, яблоки. Ну, короче, всё, я что-то как-то тут стеснялась собрать. Живя уже почти год. Ну, я пару раз собрала эти ягоды. А потом то ли кто-то тоже проникся и собрал. То ли птицы ободрали. Но я не верю, что птицы вот... Вот такие круглые ягоды. Один из сортов этого боярышника. Ободрали буквально за пару часов. Сверху я могу поверить, что не ободрали. Но вот там, где человек достанет, я думаю, всё-таки кто-то приложился. Увидев, как я собираю. Потому что видели люди, как я собираю. Вот это вот на руке у меня шрам. Вчера мне, когда еду приносили. На дом я вызывала это, ну, доказывала через сайт в Текеши Углич. Вкусная, кстати, еда. Ну, и, в общем, короче, этот... Пришёл человек, который эту еду приносил. Открыл дверь. Я кота держала. Но дверь он почему-то не закрыл и кот удрал. И пока я кота доставала, он решил, что... Пятый раз удрал в подъезд. Он мне вот это так. А так как я была дико голодная уже на тот момент, потому что еда, что-то всё не ехала. Ну, и вообще такая простуженная, полумёртвенькая. Да ещё и кровь пошла. А у меня от вида крови как-то эти белые мошки начинаются. Да, там кусок полотенца, которое уже пошло на тряпки. Это бывшее ифрашевское полотенце. Бывшее полотенце ифрашевское. Там что-то мокрое было. И я это как положила, короче, вытирать. Потом на нём уже спал кот. Ну, короче, от вида крови мне стало совсем фигово. Ну, я потом уже, когда мальчик принёс шейду, с которой у меня карта расплатилась, свалил, я перекисью водорода тупо залила. В общем, ничем не мазала, только перекисью водорода. Ну, короче, у меня тут вот это вот. Потом я увидела зверобой и решила, что надо туда зверобой. Но не была уверена, что можно зверобой. Поэтому я потом, ну, нашла какой-то сайт. Пришла к выводу, что это у меня будет витаминизированный, противовоспалительный, противовирусный укрепляющий напиток. Потому что вот здесь у меня зверобой, вот здесь у меня барбарис, а вот здесь у меня шиповник. И сейчас я это всё туда погорсти зафигачу, скипячу чайник и залью, и... Кокосировка пропала. До завтрашнего 1 утра оно у меня будет стоять. Потом буду открывать, наливать и пить. В общем, если чё, люди, это вам на заметку. Витаминизированный, противовоспалительный, противовирусный, общий укрепляющий сбор. Может, некоторые тут составляющие исключительно противовирусные, некоторые противовоспалительные, а некоторые универсальные, но чаще всего относятся к витаминизированным. Ну, по крайней мере, вот из той темы, которая меня сейчас волнует. Вот они мне как раз вкупе между собой хорошо сочетаются, и самое то. В общем, всем спасибо, кто осилил этот птих, кашель таким голосом ролик. У меня нам ещё есть ролик, который я писала ещё до того, как заболела голосом, но я его ещё не скидывала на ноутбук, и, соответственно, даже не монтировала. Всем пока!